Дисклеймер, главное все прочли дисклеймер. Альпа иногда сравнивают с вампиром, хотя по поведению он больше напоминает инкуба. Он отличается от этих существ тем, что носит волшебную шляпу под названием Тарамкаппе, от которой переистекают его силы. Слово альп это вариация немецкого слова эльф. Так, стоп, 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 начинается, сейчас мне начнут строчить. И эльфы это альпы и... Сейчас я вам все объясню. Альп это совсем не эльф. История альпов происходит из горных мест... Стремный какой, а! Стремный то какой, а! ...постей Германии и Австрии. Их Тарамкаппе, а также поведение и способности предполагают, что их образ навеян королем дварфов Альберих из немецкой поэмы «Песнь о Нибелунгах». В германских мифах и фольклоре альпы считались первоначально дружелюбными эльфообразными существами, живущими в горах, но со временем стали более отрицательными и злонамеренными. Магия, которой обладают альпы, также придаёт им сходство с кобальдами. Альпы, как правило, мужского пола. Их женскую вариацию зовут Мара. Они нападают обычно по ночам на женщин, управляя их снами и насылая жуткие кошмары. Отсюда немецкое слово «Альптраум», то есть эльфийский сон, означающее «ночной кошмар». Атака Альпа зовётся «Альп-друг», то означает «давление эльфа». Альп садится на грудь спящего человека и становится всё тяжелее, пока человек не просыпается в ужасе от раздавливающего его веса. А… Блин, стоп! А бывало ли у вас такое, что вы реально спите такая тяжесть в груди, как будто кто-то, сука, давит вам на грудную клетку? Человек, проснувшийся под атакой Альпа, не может двигаться. Это могло быть старинным объяснением сонного паралича и ночного страха. Атаки Альпа сексуального характера были крайне редки. И эти атаки часто связывают с вампирами, потому что они пьют кровь из сосков мужчин и маленьких детей. Но основные жертвы Альпов – это женщины, так как им нравится грудное молоко. Альпы известны своими способностями к превращениям наподобие оборотней. Они могут обращаться в кошку, свинью, собаку, змею или маленькую белую бабочку. Они всегда носят шляпу под названием Тарнкапы, что в переводе означает волшебная шляпа. Реже она представляет из себя вуаль, которая дает Альпам магические силы и способность становиться невидимыми. Эта шляпа видна независимо от того, какую форму принимает ее владелец. Альп, потерявший свою шляпу, предложит щедрую награду за ее возвращение. Также Альпы обладают дурным глазом, взгляд которого насылает неудачу и болезни. Если извлечь или повредить этот глаз, Альп теряет свои злые намерения. Для защиты от Альпа люди клали рукоятку метлы под подушку, вешали железную подкову на изголовье кровати, ставили возле кровати обувь носками к двери или ложили зеркало себе на грудь. Также использовались сталь и кресты. Если человек проснулся из-за Альпа и тот все еще был рядом, можно было попросить его уйти и вернуться утром, чтобы например выпить кофе или откупиться вещью. Альп сразу убежит и вернется утром, либо в своей истинной форме, либо в облике мужчины со сросшимися бровями, чтобы получить свой подарок. Тогда его можно было убедить оставить жертву в покое, хотя Альп будет жалобно умолять, чтобы его не прогоняли. Если перед посещением Альпа заделать все дыры, в особенности замочные скважины, он не сможет войти. Если сделать это во время его визита, он не сможет покинуть комнату, поскольку всегда должен уходить тем же путем, которым вошел. Если на ночь оставить свет зажженным, он отпугнет Альпа. Можно конечно поставить другого человека сторожить спящего, но Альп сбежит, если его поймает кто-либо кроме его жертвы. Альп слабеет или не может двигаться, если найти его днем, когда он отдыхает, и засунуть ему в рот лимон. Альпа практически невозможно убить, и иногда даже если его прогнали, он может вернуться спустя годы в дурном настроении. А вы себя поставьте на его место. Вы спите себе такой, а тут какой-то придурок вероломно будет вас и толкает вам в рот лимон. Будешь тут в хорошем настроении. Альпов обычно считают разновидностью демонов, но в некоторых случаях Альпы появлялись из духов недавно умерших родственников и были ближе к призракам. Ребенок мог стать Альпом, если мать закусывала лошадиный хомут, чтобы облегчить боль при особенно долгих и болезненных родах. Также дети, рожденные с волосами на ладонях, могли стать Альпами. Если беременную женщину пугало какое-нибудь животное, ее ребенок мог родиться Альпом. Считалось, что мертворожденные младенцы поднимаются из могил в виде Альпов и преследуют свою семью. Людей со сросшимися бровями могли также подозревать в том, что они Альпы. Так же, как и в случае с оборотнем, иногда обычный человек мог по ночам превращаться в Альпа. В таком случае они обычно не подозревали о своих ночных делах и всегда имели при этом маскировку. Чтобы найти такого, достаточно было А ведь у меня реально есть друг, у которого брови сросшиеся. Теперь я реально задумался, может он Альп? Можно ранить или как-то отметить напавшего на тебя Альпа, а затем днем найти человека с такой отметкой. После чего этого человека можно было излечить или узнать, кто наложил на него проклятие или как он его получил. В таких случаях часто подозревались ведьмы. Иногда Альп был духом, призванным ведьмой или злым человеком, чтобы мучить других людей. Если же обмануть Торетто... Ты чё? Подожди, я только сейчас допёр. Это чё, Торетто, что ли, отбивается от семьи своей, что ли? Как он его получил? В таких случаях часто подозревались ведьмы. Иногда Альп был духом, призванным ведьмой или злым человеком, чтобы мучить других людей. Если же обмануть такого Альпа, он может привести к своему хозяину. Однако не только Альпы мучили своих жертв в кошмарах. Как я и говорил ранее, была его женская версия – Мара. В Греции её называли Мора. Позднее, в средние века, в Европе их место заняли Сукубы и Инкубы. У народов Ближнего Востока это были джинны. У славян – это Марок из Мора. В Таиланде людей мучил Пхиам. На юге США это приписывали старым ведьмам. А в Мексике – это ожившие мертвецы. Итак, легенды легендами, но то, что происходит в мозге спящего человека, гораздо сложнее. Сонный паралич связывают с аномальной фазой быстрого сна и фазой пробуждения. Во время сна в тело человека поступают особые вещества, не дающие ему двигаться, если ему снится, например, что он убегает. Это называется мышечная атония. Во время сонного паралича происходит фаза быстрого сна, но мозг уже бодрствует и сигнализирует вам, от чего дыхание учащается. А от мышечной атонии происходит эффект удушья. Именно это и вызывает тот ужасающий эффект, что над вами нависает какое-то чудовище и душит вас. Медицинские исследования сна показывают, что примерно три четверти повествования сна и связанные с кошмарами эмоции несут негативный характер и приводят к прерыванию цикла сна и пробуждению. В среднем это происходит один раз в месяц. Вообще слово кошмар происходит от старофранцузских слов кашер, что означает давить, и маре, означающее ночное привидение или саму мару. Английский вариант чуть более забавный. Если разобрать слово nightmare, то мы получим слово ночная кобыла. А ночная кобыла это синоним ночного кошмара в английском и древнеславянском языке, который уходит корнями далеко в античное прошлое. Я почему-то увидел эту полыхающую огненную кобылу и вспомнил одного из садников апокалипсиса. Как раз таки игра еще есть. Тоже на таком коне гонял он. Ночная кобыла была ипостасью страстной любви и смертельной кары одновременно. Она являлась воплощением трехликой богини-матери Рии Кибеллы или Ану, которая позднее разделилась в греческом пантеоне на Деметру, Афродиту и Гекату, последняя из которых сохранила изначальный трехликий образ. Образ ночной кобылы, в отличие от Альпа, в наше время более распространен. Альпа в наше время можно увидеть лишь на нескольких картинах, кстати вместе с ночной кобылой и в такой игре как Ведьмак, где Альп это женщина-вампир, что довольно странно, ведь как я говорил это существо мужского пола. А вот ночные кобылы очень частые гости в современной культуре. К примеру, существует одноименная песня группы Мельница. Также в виде демонической лошади они присутствуют в таких франшизах как Dungeons & Dragons, Герои Меча и Магии, Warcraft, Elder Scrolls и многих других играх жанра фэнтези. Ну и раз уж у нас зашел разговор о лошадях... My little pony... Ах, то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это что, столоны там в уголку? Странные примеры, потому что здесь большинство просто переодетых мужчин. Просто, просто, которые отыгрывали какие-либо роли. Трансвеститы. Однако мы говорим о японской энциклопедии, а в их аниме и манге... Как бы, насколько... Но если я не ошибаюсь... Это немножко разные вещи. Человек, который просто переодевается, и человек, который... Как это... Как же это правильно называется? Блин, как же это правильно называется? Черт! Я забыл, как называют людей, которые просто в женскую одежду переодеваются. Как это правильно называется? Блин. Ладно. Ладно. Порой доходит до такого абсурда, что не отличить девочку и мальчика. Ярким примером можно назвать Хастура из аниме Крадущийся Хаос Няру Катян. Неко Мальчика Феликса из аниме Ре Зиро. И вампиреныша Гаспара из аниме Старшая Школа Демонов. И поверьте, найдутся больные ублюдки, которые будут фапать и на них, несмотря на то, что эти персонажи... Мальчики. Ладно, не будем задерживаться на этой глупости и перейдем к кошмарам или ночным кобылицам. В энциклопедии это сверхъестественный и скрытный вид кентавра, который питается энергией мужчин, насылая на них эротические сны. В этих снах кошмарики являются людям в виде развратных красоток, чтобы совокупиться с ними, что приводит к большому выделению энергии. Однако, если такую кентаврицу встретить наяву, то она кажется весьма застенчивой и скромной особой. И именно это привлекает к ней столь положительные отношения фанатов. Людям нравятся смущенные и стеснительные девушки. Это придаёт им свой особый шарм. Да и между прочим, огромная часть девушек в интернете ведёт себя как те самые кошмарики. Готовы с три короба написать кучу всяких эротических фантазий, а при встрече один на один от смущения даже в глаза посмотреть не могут. Ну что ж, мой дорогой гость, я надеюсь ты не уснул, пока я рассказывал тебе очередную историю. Приходи ещё и расскажи друзьям про меня. И да, я уже не буду намекать тебе загадками на то существо, которое будет рассматриваться в следующий раз. Досмотри титры до конца и сам всё узнаешь. До новых встреч! Блин, нет, хороший ролик, хороший ролик. Опять же, единственное, что я только вот эти понятия приподзабыл. Просто в этом моменте я точно знаю, что есть разница между людьми, которые просто переодеваются в женскую одежду. И есть, которые чувствуют себя, так сказать, женщиной, хотя в теле мужчины. Это очень-очень большая разница. Там бывают такие споры просто на форумах возникают у людей по этому поводу. Когда начинают неправильно трактовать этот момент. Я просто забыл, я просто забыл, как правильно всё это называется. Вот, слишком отдалён от этой тематики. Но просто знаю, просто знаю, что человека, который просто переодевается в женскую одежду, неправильно называть транссексуалом. Это совсем неправильно. Как бы есть просто люди, вот, например, то же самое Lady Board мы смотрели. У него сценический образ, то, что он переодевается, ну, одевается прям в платье, и в этом нет ничего такого, как бы. Есть и так же люди, ну, это такие европейские тенденции. Есть и ногти красят, и всё такое. В этом тоже считается нет ничего такого, по сути. Как бы, да, это такие сложные моменты, поэтому я не буду их сильно здесь растягивать в ролике. Люди, знающие, оставят комментарии, естественно, кто более разбирается. Оставлю для вас. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова